Доброе утро! Доброе всем утро! Будьте благословенны! Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за это прекрасное утро, за эту возможность, которую Ты дал нам, собираться вместе. Мы благодарим Тебя, что Ты производишь в нас и желания, и действия по своему благоволению. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты помогаешь нам держать наши духовные уши открытыми, чтобы слышать Твой голос, наши глаза духовные открытыми, чтобы видеть руку Твою в нашей жизни. Аллилуйя! Зажигай наши сердца, Боже, чтобы нам гореть, гореть Тобой. Аллилуйя! Иисус, зажги мое сердце, я жажду Тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Иисус, зажги мое сердце, я жажду Тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня, я падаю, но встаю, но встаю, я падаю, но встаю, я падаю, но встаю, я падаю, но встаю. Иисус, зажги мое сердце, и connais buckieron, но встаю, но встаю. Иисус, зажги мое сердце, и я держу за руку мою. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня Иисус, зажги мое сердце, я жажду тебя Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня Я падаю, но встаю, а ты? Я падаю, но встаю, а ты? Иисус, ты знаешь меня и держишь за руку мою Ты видишь сердце мое, ты слышишь душу мою Иисус, с тобой я дышу и за тобой иду Иисус, зажги мое сердце, я жажду тебя Я жажду тебя Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня Иисус, зажги мое сердце, я жажду тебя Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня Иисус, зажги мое сердце, я жажду тебя 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 Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня Ты есть рада наша, радость наша Аллилуйя О, возвеселись и пой, земля О, возвеселись и пой, земля О, возвеселись и пой, земля О, скала твоего спасенья О, предстань же ты перед ней И в песне благодари Достоин славы Господь Он избавил нас от греха Из лег из страшного рва Достоин славы Господь Отец благодати злил на нас Свою милость нам явил Он Отец благодати злил на нас Свою милость нам явил Он Отец благодати злил на нас Свою милость нам явил Он О, предстань же ты перед ней И в песне благодари Достоин славы Господь Он избавил нас от греха Из лег из страшного рва Достоин славы Господь О, восклицай вся земля Бог скала твоего спасенья О, восклицай вся земля Бог скала твоего спасенья О, восклицай вся земля О, восклицай вся земля Бог скала твоего спасенья О, предстань же ты перед ней И в песне благодари Достоин славы Господь Он избавил нас от греха Из лег из страшного рва Достоин славы Господь Благодати злил на нас Свою милость нам явил Он Благодати злил на нас Свою милость нам явил Он Благодати злил на нас Свою милость нам явил Он Благодати злил на нас Свою милость нам явил Он О, предстань же ты перед ней И в песне благодари Достоин славы Господь Он избавил нас от греха Из лег из страшного рва Достоин славы Господь О, предстань же ты перед ней И в песне благодари Достоин славы Господь Он избавил нас от греха Из лег из страшного рва Достоин славы Господь 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 Ты достоин славы Господь Бог, ты прибежишься Ты защита наша Аллилуйя Святый, святый Полновая иставка Достоин славы Господь Думаю, божьи Абон betros В Haw�are Спас out Бог, побежишься мое Вся сила в нем Помощь в беде Помощь во всем Бог, побежишься мое Вся сила в нем, помощь в беде, помощь во всем. Бог прибежище мое, вся сила в нем, помощь в беде, помощь во всем. Бог прибежище мое, вся сила в нем, помощь в беде, помощь во всем. Адунай-Савов, ты с нами, Господь Спаситель и Защитник наш, тебе хвала. Адунай-Савов, ты с нами, ты не оставишь нас и не предашь, тебе хвала, хвала. Если все земные царства упадут, я все равно не убоюсь. Если все земные царства упадут, я все равно не убоюсь. Если все земные царства упадут, я все равно не убоюсь. Если все земные царства упадут, я все равно не убоюсь. Адунай-Савов, ты с нами, Господь Спаситель и Защитник наш, тебе хвала. Адунай-Савов, ты с нами, ты не оставишь нас и не предашь, тебе хвала. Адунай-Савов, ты с нами, Господь Спаситель и Защитник наш, тебе хвала. Адунай-Савов, ты с нами, ты не оставишь нас и не предашь, тебе хвала. Хвала, среди всех народов будь превознесен. Боже, хвалу тебе поем, Среди всех народов будь превознесен. Боже, хвалу тебе поем, Среди всех народов будь превознесен. Боже, хвалу тебе поем, Среди всех народов будь превознесен. Боже, хвалу тебе поем, Боже, хвалу тебе поем. Боже, хвалу тебе поем, Боже, хвалу тебе поем. Боже, хвалу тебе поем, Боже, хвалу тебе поем. Аллилуйя! Боже, ты один, ты один, кто достоин всей хвалы. Только ты, Боже, только ты, Господь. Ты основал землю, Господи, наполнил ее, Боже. Ты создал нас, наполняешь нас, Господи. Все в твоих руках, Отец. Кто как ты, Боже, кто как ты? Аллилуйя! Кто успокаивает, что? Тот, кто идет по морю, Земля и небеса твои. Но ты смотришь за мною, Как величественно имя твое. Нет подобного тебе, Нет подобного тебе. Вместе мы провозгласим Силу имени твоего. Нет подобного тебе, Кто устоять может пред троном. Твое царство будет вечно, Мы будем петь тебе, хвалу Богу великому. Нет подобного тебе, Нет подобного тебе. Вместе мы провозгласим Силу имени твоего. Нет подобного тебе, Нет подобного тебе. Вместе мы провозгласим Силу имени твоего. Нет подобного тебе, Как величественно имя твое. Как величественно имя твое Во всей земле. Нет подобного тебе, Нет подобного тебе, Вместе мы провозгласим Силу имени твоего. Нет подобного тебе, Нет подобного тебе. Вместе мы провозгласим Силу имя твое. Нет подобного тебе, Как величественно имя твое. Вместе мы провозгласим Силу имени твоего. Вместе мы провозгласим Силу имя твое. Нет подобного тебе, Нет подобного тебе. Аллилуйя! Кто, как ты, Господь? Боже, ты пришел, Господь, Ты пришел в мою жизнь. Аллилуйя! Ты есть свобода, Господи. Ты есть любовь. Слово Твое говорит, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Дух Святой, Твой голос направляет каждый мой шаг. Где бы помогла быть моя душа, если бы Ты не спас меня? Благодарю Тебя, Господи! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя! Я пошел, руки свои возношу в молитве я. Есть все причины, чтобы здесь стоять. Любовь Отца влечет меня. Мои глаза так хотят видеть лишь тебя Нужен мне лишь ты Нужен мне лишь ты, Бог Лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты Нужен мне лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты, Бог Новый день он опять другой Песню дал мне Ду Святой Вновь голос твой направляет каждый шаг Где бы могла быть моя душа Если б сын весь мир не спас Знаю, теперь я всегда в твоих руках Нужен мне лишь ты Нужен мне лишь ты, Бог Лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты Нужен мне лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты, Бог Лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты Нужен мне лишь ты, Бог 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 Твоя вселенная Нужен мне лишь ты, Бог Нужен мне лишь ты, Бог Твоя вселенная Нужен мне лишь ты, Бог 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 Боже, только Ты нужен нам, Господи, только Ты, Боже. Ты извлек меня из тьмы, ввел в чудный Свой свет, сделал меня Сыном Своим. Я не буду рабом греха, ибо я Твое дитя. Ты нашел меня, и избавлен я, Тобой спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг, теперь я навеки Твой. Я не буду рабом греха, весь я дитя царя. Я не буду рабом греха, весь я дитя царя. До рождения Ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через Твою кровь, Твоим навеки стал. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. ведь вы можете и а 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 0 п и 9 пройти мне издала страх а ты спас меня не а есть Вечно, что я дитя царя Раскину воды моря, чтоб пройти мне Изгнала страх любовь твоя Ты спас меня, и я готов Петь вечно, что я дитя царя Что я дитя царя Что я дитя царя В твоих объятьях В твоем спасении Душа ликует Песню избавления Мы навек свободны Валиром ства цепи Давайте праздновать победу Ведь мы божьи дети О, 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 о О, 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 о О, 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 о Раскину воды моря, чтоб пройти мне Изгнала страх любовь твоя Ты спас меня, и я готов Петь вечно, что я дитя царя Раскину воды моря, чтоб пройти мне Изгнала страх любовь твоя Ты спас меня, и я готов Петь вечно, что я дитя царя Я готов петь вечно, что я дитя царя О, что я дитя царя Не забывай об этом Что ты дитя царя Я дитя царя Аллилуйя, слава тебе, Господь Ты достойен, достойен принять всю славу и честь Мы дети твои, аллилуйя Доброе утро Благословите друг друга, улыбнитесь друг другу Сегодня такое время, когда очень важно жить просто Очень важно правильно относиться к некоторым вещам Очень правильно относиться к взаимоотношениям между нами Потому что в этом мире, где всегда есть ценность Там материального богатства Роскошь, изобилие Некоторые вещи, они как бы утрачены Они обесцениваются Особенности отношения У меня есть один знакомый Который уже летом на десять не общался со своим родным братом Это же печально, это же кошмар Поэтому и когда Бог приходит в наши сердца Он восстанавливает наши жизни И прежде всего восстанавливает наши отношения Не только с самим собой Но еще и с окружающими Нашими близкими, знакомыми, друзьями И сегодня, когда мы говорим Что жить просто Это не просто хорошее благородное качество Но это необходимое условие Для нашего правильного духовного благополучия Аминь И мы будем продолжать эту тему Вы скажите, вы в прошлый раз что-то получили? Какие-то мысли у вас были? Переживали вы там целую неделю о том Потому что вот у меня, например, постоянно происходит Какое-то переосмысление Переосмысление моей жизни Переосмысление моей работы Переосмысление каких-то Тем, которые были раньше Важны А потом они отошли как бы на второй план Вот, моя мама всегда говорила Вот я все это делаю, делаю А кому это все надо? Я говорил, мамочка, нет, это все надо Я все буду лелеять А я сейчас задаюсь таким вопросом Я задаюсь таким же вопросом Поэтому мы будем продолжать Продолжать думать Нам нужны ключи Для глубокого переосмысления Нашей жизни Переосмысления нашей веры Нам нужно это Потому что если мы не будем делать Мы, к сожалению, превратимся В таких людей Которых много информации А толку от этого мало И мы сегодня говорим Что Бог сегодня хочет Чтобы было благословение Реальное в вашей жизни Не просто куча всего Навальный Знаете, иногда религия Это куча-куча знаний Библейских школ Это познание всего Но, как говорится А что мне толку от этого Если моя жизнь не меняется Иногда простые слова Иисуса Христа Намного важнее Потому что не касается Самого сердца Чем все информации Которые мы знаем Всех школ, которые мы проходим И всего остального Недавно я был В одной церкви И там вышла одна женщина И она свидетельствовала И говорила Я давно уже в церкви Она католичка И закончила библейский институт У нее очень большое образование Высокое И она говорит Я И мне нужно было только одно Только сейчас я понял Что значит прикосновение Божье И именно это изменило всю мою жизнь Не вот эти институты, не знания А именно прикосновение Божье И это так просто Это так легко Это так важно Замотношение между нами Это так просто и легко И так это важно Нельзя заменить чем-то другим Я всегда говорю Что единство в церкви содержится Не на общих постулатах А на взамотношениях между друг другом И из этого выходит что-то Если этого нету Нету ничего И так действует Божья любовь В взамотношении отца и сына Аминь Прочитаем 1 Тимофея Откроем наши гаджеты, книжки Что у вас там есть Доставайте Проверяйте 1 Тимофея 6 глава 6 по 7 стих Я буду читать современно Вы можете либо читать у себя Либо на экране читать Все на данном Разумеется Служение Богу Чрезвычайно обогащает человека Если он удовлетворен своим положением И состоянием Здесь написано Оно обогащает Если Есть условия Удовлетворен своим положением И состоянием И дальше И дальше потом фраза Очень мощная Мы ничего не принесли с собой в этот мир И после смерти Ничего не унесем Классно, да? Недавно одну мысль такую Не мысль Я свидетельство смотрел Одного мужчину Американца Он рассказывал Когда он умер Был в клинической смерти И Бог ему показывал Как там все происходит И когда я переходил вот эту границу Было такое слово Что ни кровь, ни плоть Не перейдет эту границу Только дух может перейти Плоть и кровь Оно смертное Оно останется здесь Но дух переходит туда И когда он перешел туда Он много ему Бог чего показывал Но самое главное Вот это состояние Только дух может пересечь Вот это состояние Нашего бытия Все остальное Оно подвержено чему? Уничтожению и смерти Поэтому мы должны всегда помнить И вот есть такая фраза Довольствоваться малым Это великое дело Великое дело Мы будем сейчас об этом Обсуждать об этом Что значит простая жизнь У нас существует В нашем мире Очень серьезная пандемия И это не вот этот Который был ковид Не вот сейчас Что все повально болеют И кашляют Ну я сам это прошел И вот даже сейчас говорю Мне не хватает В легких дыхания Нет Есть немножко другое Есть другая пандемия Когда наша жизнь Основана на всем Что окружает нас И мы до такой степени Заматериализовались До такой степени Приземлились К этой земле Земелюшке Вот это такое знаете Не просто притяжение Мы как сшились С этим совсем Один очень интересный Священник сказал Что моя задача Когда я буду умирать Чтобы здесь на земле Ничего меня не держало Чтобы моя душа Не была привязана К тому что смертна Потому что Если она привязана К смертному Она и останется здесь Она будет страдать С этим со всем И она умрет Так же как и все остальное Здесь умирает Но есть нечто Высшее Есть нечто большее И вот Что значит Жизнь в материальном мире Нам всегда Всего мало Вот мало Заказываешь На Валбересе посылку Кто-нибудь на Валбересе Заказывает что-либо Постоянно Вот я вас всех и словил Я тоже заказываю И приходит тебе посылка Ты ее распаковываешь Насколько хватает у вас Радости От пришествия Вот этого вот Чуда Потому что Идет сразу же Следующая посылка Следующая посылка Если А иногда Мне кажется Некоторые только и живут От посылка до посылки И здесь Я например Когда Я тоже Одну посылку заказал Вторую Конечно все хорошее Там я брал Для жизни Чистилка для картошечки Это все это понятно Но я заметил за собой Такую Странную вещь Я живу От посылки до посылки Я жду этого И думаю Вот она нам там еще идет Когда же она придет И постоянно на Валберес смотрю Вот уже рядышком она Вот она уже здесь Вот и ну Ну где же она И получается Что я Постоянно недовлетворен Потому что я жду Какого-то удовлетворения Постоянно Была у меня старая машина И думаешь Да быстрее бы поменять ее У меня появилась хорошая машина Я доволен до сих пор Этой машиной Но всегда Какой-то такой червячок есть А может быть лучше Может быть еще что-то хорошее В Тимофеи говорится Вот это шестая глава Что Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Знаете Благочестие И довольство Они стоят рядышком Потому что наверное Здесь такая грань Связана с идолопоклонством Вы не думали Что есть в современном мире Идолопоклонство Сейчас нету этих статуэток Нету вот этих шестов Не приносит Жертву Там вот этим Раскаленным богам В это Но мы говорим Что все-таки Образ Зверя Он везде существует Может он существует Именно в этих потребностях Именно в том Что вот этот мир Он постоянно заставляет Тебя хотеть чего-то Быть постоянно Неудовлетворенным Что-то не так Мне не хватает Чувствительности Мне не хватает Каких-то предметов Мне не хватает роскоши Мне не хватает Заботы о себе Мужчина Смотрит на женщину И говорит Мне не хватает тебе Ты недостаточно Готовишь Женщина Говорит Ты мне недостаточно Мне не хватает романтики Понимаете Вот этот мир Мне кажется Формирует в нас Какие-то вещи Которые не должны быть И мы Перестаем быть жертвенными Мы становимся Быть такими Максимально потребительски Мне нравится церковь Которая Вот она обхаживает меня Вот она Вы понимаете Вот это мы слышим Это везде Даже в себе слышим Вот меня в церкви Кто-то недопонял Меня в церкви Недолюбили Либо Перелюбили Я не знаю Вот постоянное Недовольство И мир говорит Тебе недостаточно Просто жить Тебе надо всегда К чему-то стремиться Тебе всегда надо Чего-то достигать И когда Ты достигаешь Этого Вроде бы Остановиться Но мало 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 Я тут выписал Для себя Исследование Гарвардского Университета В 2018 году Собрали Около Четырех тысяч Миллионеров Опрашивали И задали Три вопроса Сколько у вас денег И Насколько Вы счастливы Например По десятибальной Системе От единицы до сети И сколько Вам надо По этой десятибальной Шкале Чтобы вы были Еще более счастливы И Послушайте Ответ Просто ошарашивающий Двадцать шесть Процентов Стран уже ответили Что Для счастья Им надо В десять раз Увеличить Их состояние В десять раз По десятибальной шкале Двадцать четыре процента Сказали Нам надо Пять процентов Для счастья Чтобы увеличить Двадцать три Сказали процента Что Нам бы в два раза увеличить И мы были счастливы И только Тринадцать процентов Сказали Нам достаточно Слушайте Удивительно Что вот эти Тринадцать процентов Это же Это не миллионеры Это наше общество Вот сегодня Если проводить статистику Среди народа Среди всего Мы увидим только Мне кажется Даже еще меньше Особенно у белорусов Нам постоянно Чего-то не хватает Нам мало-мало-мало Вроде бы Вот Давайте сравним Девяностые годы И сейчас Когда Тогда было лучше жить Или сейчас Сейчас Конечно Почему мы постоянно Недовольны Что Весь сравнительно Можно посмотреть На весы поставить И понять Что Ну в принципе Мы же В десять раз Увеличивали Наше благосостояние Ну если взять Нету Я помню Когда за счастье Макароны эти Слипающиеся Которые надо Быстрее промыть Быстрее масло туда Наплюхать и обжарить Если ты не успел Все это брикет Вот Мяса не было Туда закинул Как студенты этого Томатной пасты Краснодарской Размешал И все И ешь И счастлив А если мясо где-то добыл Кусочек сала Ну это вообще Это уже прелесть Но мы же по-другому Уже сейчас живем По-другому живем Почему столько вызовов Почему Такое Постоянное негодование Такое Получается Жить просто Это не так легко Быть Благодарным И быть довольным Это не так легко А вы не задавались Вопросом Почему Почему Это так сложно жить Ну вот Быть в довольстве Наверное Это касается Нашей душевности И нашей духовности Давайте возьмем Для меня Иисус Христос Это пример конечно Жизни И конечно Нам трудно сравнивать С собой Потому что у нас нету Такого яркой цели Как было у него Но все таки Иисус Христос Жил простой жизнью Не имея Помните Как он говорил У лисиц Есть норы Где они живут А у сына человеческого Нигде даже Притулиться Иногда Спали они на улице Хорошо Если кто-то принимал Их Они в доме спали Но в основном Как шли так и поспали И все нормально Все хорошо Иисус Христос У которого все богатства Мира были Он мог бы Как помните В мультике Макдак Он купался Так фех И в золото монеты И купаются Он мог как царь Жить царей Но жил до такой степени Простой жизнью И был доволен Этой жизнью Послушайте И был Он излучал Такую радость Которая привлекала людей Многие Многие думают Многие думают Он как Моисей Шел и светился Так после горы Преображения Там когда он был Ну на Сенай поднялся Такого не было Он был такой же как мы Один в один Ну немножко не такой как у меня Он более восточный был Черненький Вот Но в нем Он излучал Вот эту перспективу Он излучал Вот это Будучность Он излучал Довольство Понимаете Довольство И это привлекало людей Потому что они не видели в себе этого Потому что они Они негодовали Постоянно какая-то Помните мы в прошлый раз Говорили о Закее У которого все было Но не было чего-то особо важного И тут он Повстречался со Христом И он Сказал Все это неважно Все отдам Всем возмещу Потому что для меня теперь Христос это приобретение Для меня это великое богатство И наконец-то я нашел Вот этот долгожданный покой Почему сегодня Об этом я говорю Потому что много Я смотрю Очень много христиан Сегодня ходят В беспокойстве Очень много Такое ощущение Как будто мы все Читаем разные книжки Как будто у всех Своя Библия И вот этот Мужчина Который говорил О пророчестве Когда он был там На небе И когда ему показывали Еще показывали Как ему показал бог Как существует Вот эта власть Здесь На земле Которая Духовная И как сидит Дьявол И все духи Которые все это контролируют Мне это понравилось Я не сильно Мистически настроен На эти вещи Но мне понравилось Вот это сравнение И он там сказал Только там Сколько это процентов Три процента Верующих Спасутся Что значит верующих Знающие о Иисусе Христе Знающие о Боге Я так думаю Да неужели такая статистика печальная Но если Сегодня смотреть По факту Как мы живем По факту Столько расстройства У нас Столько недопонимания Столько каких-то это Мы живем Как не спасенные люди Давайте по факту Говорить Сегодня мы говорим Про небеса Небеса Должны жить в нас А у нас беспокойство Мы друг друга обвиняем У нас улыбка Редко-редко Один раз в месяц Если появится Так это уже за счастье Может быть что-то не так Может пора что-то менять Может пора обновляться Может по-настоящему надо Может вообще не произошло Знакомство со Христом Вы не думали об этом? Или может Христа Вы встретили того Которого представили В своей голове А этот образ неправильный Такое может быть? Сегодня колдуны Вуду Прекрасно Говорят о кресте Прекрасно Употребляют В своих шаманских танцах Может мы На таком уровне Может мы Не воспринимаем Правильно Всю действительность Потому что мы Не живем Вот в этом покое А вот в этом Шабате Который написан На священном писании И естественно Мы не можем Его и источать Мы не можем Это проецировать Друг на друга Может в этом проблема Поэтому у нас всегда Какие-то распри Потому что Поэтому какие-то Претензии Друг к другу Очень сильно Мы отличаемся Друг другом Да нет Мы святее Как-то кто-то святее Из вас здесь Ну кроме меня Я ж Вы понимаете Я ж свечусь Вот Я самый святой Среди вас Ну это шутка Конечно была Очень жесткая Вот Нет Почему? В чем проблема? А в чем проблема Я считаю В том что мы Не научились Жить просто Во Христе Не научились Давайте прочитаем Матвея 6 глава С 27 стиха Так я люблю Священное Писание Так люблю Новые переводы Так открывается 6 глава С 27 стиха Да и кто из вас Может волнением Продлить свою жизнь Хотя бы на час Как у вас Где? 9 О Так 6 глава 27 стиха О Росту хотя бы на один локоть Кто Да и кто из вас Может волнением Продлить свою жизнь Хотя бы на час И зачем беспокоитесь о одежде? Посмотрите на полевые цветы Как они растут Они не трудятся Не шьют себе одежды Говорю же вам Что даже Соломон Со всеми своим великолепием Не носил таких одеяний Которые имеют они И если Бог Если Бог С такой роскошью Одевает полевые растения Которые сегодня есть И завтра будут Брошены в печь То разве Он Не оденет вас Маловеров Еще лучше Так не беспокойтесь И не говорите Что нам есть Что нам пить Или во что одеться Язычники Беспокоиться Обо всем этом Ваш же Отец Небесный Знает все ваши нужды Заботьтесь прежде Всего о Царстве Божием И о том Что Бог требует Когда все необходимое Будет вам дано Удивительное место Да? Вот о чем оно здесь говорится Вот расскажите вы мне Давайте Первые ваши мысли Которые приходят вам в голову Диван Лай-лай Ла-ла-ла-ла Ну какие мысли Да, классное место Просто Очень много мыслей Здесь происходит И вот знаете Добрый человек Даже злого Выносит что-то хорошее А злой человек Он из хорошего Даже выносит И когда ты читаешь И вникаешь И начинаешь понимать Здесь не говорится О бездействии Здесь не говорится О полежанке на диване Здесь не говорится О неком таком Аморфном состоянии Как у буддистов Нирваны Здесь не об этом говорится Здесь говорится О состоянии Которые живут язычники И о состоянии Которое Должен жить верующий человек Язычники постоянно Обо всем И одежда Это не одежда Которую мы носим Это наше состояние Материализма Это то Что нас беспокоит Больше всего Если в старые времена Одежда была Самым наверное Главным То сейчас Не одежда Уже самая главная А духовой шкаф Или например Машина Или Хорошо обставленный дом Можно перечислять Перечислять вещи И они хороши Но Есть но Помните Мы на прошлом служении Говорили Это не самое главное Это не наша цель Это то Что сопутствует нам Прежде всего Надо искать Царство Божие А где искать Это Царство Божие Ну-ка Расскажите вы мне В Иерусалим Поедем Помните фильм Царство Божие Где нам искать Внутри нас Внутри нас И когда мы приходим К Иисусу Христу Он говорит Вы храм Бога Живого И именно там где храм Там существует Царство Божие Там Божий Дух обитает И когда ты входишь туда Тебя уже больше ничего Не тревожит Тебя больше уже ничего Не беспокоит Когда ты находишься В Божьем присутствии Тогда все становится Не таким значимым Как было раньше Так оно что Оно все это нужно Все это быть Хорошо одеваться Хорошо Хорошей одежде быть И все это классно Но У язычников это самое главное Самое основное Это их высочайший акт поклонения Но у нас Это совершенно другое Совершенно другое И как в прошлый раз мы говорили Это хорошее сравнение На каком фундаменте Ты сегодня стоишь На каком фундаменте Ты сегодня строишь свой дом Всякое строение Будет испытано Всякое строение Я вот Сейчас начинается Опять ветра Вот эти перепады Температур А я на горке И через меня туда Сюда это носится И знаете какая мысль У меня всегда Выдержала бы Моя крыша Выдержала бы Моя крыша Все было бы хорошо Потому что В этот момент Идет испытание Той конструкции Которой создан Мой дом В это время Да не я его строил И поэтому Я не знаю Как оно Как выдержит Но представьте Что если вы знаете Что тот дом Который вы построили Вы построили По чертежам Иисуса Христа По чертежам Бога Это совершенно другое Если я построил сам Это совершенно другое состояние Потому что Когда ты сам построил Всегда недостаточно знаний Вы понимаете О чем я говорю Пусть двенадцатый Клад Пусть двадцать четвертый Я Когда-то мы жили в Ташкенте И в Ташкенте Я был маленьким ребенком Было землетрясение У нас был Частный дом большой Одноатажный И я очень прекрасно Это чувствовал Как трясло все Как я с кровати лежу И меня с кровати Вот так вот просто сносит Вот И много здесь Атажки тогда рушились Много было людей Которые пострадали Вот И вот это вот Испытание Того дома Который построил Мой дедушка Но сколько бы ни строило Человечество Дома Все предусмотреть невозможно Вот это Это аксиома Строили вот это Фокусима или где там Атомную станцию Японцы Они же так досконально Особенно после того Когда увидели Что было на Чернобыльске Там предусмотрели все Но не предусмотрели Вот этот цунами Не предусмотрели Вот эту огромную волну И получилась там Катастрофа И так во всем Но когда ты строишь На Боге Когда ты Бог Дает тебе чертеж Помните Как Ноев ковчег Все совершенно по-другому Все И сегодня я хотел бы рассмотреть Очень интересный момент Жалко нет у меня примера Здесь Банки Генка принеси мне банку С этими С монетками А там если монетки есть Вообще шикарно Мы сегодня прочитаем Одно место списания Интересное Которое Я уверен что вы В своем ракурсе смотрели Я немножко по-другому Подойду к нему Давайте вместе прочитаем Луки 21 глава С 1 по 4 стих Иисус огляделся И увидел богатых людей Кладущих дары В ящик для пожертвования И также бедную вдову Опускающую Две медные монеты Правду вам говорю Сказал он Эта бедная вдова Больше всех положила Потому что Все жертвовали От избытка Она хотя и была бедна Отдала все Что имела на жизнь Простая история Женщины О ее щедрости Эту историю Очень хорошо Иногда Говорят в церкви На пожертвования Вот такая Очень явная Такая хорошая История Но мы Очень сильно Рассмотрим его В старые времена Когда делали Пожертвования Возле храма Стояли большие медные сосуды Куда люди Кидали деньги И деньги Не были такие Как у нас сейчас бумажные Не было безнала Что У меня когда деньги Приходят в телефоне Так у меня такая монетка Падает Вот Такого не было Все кидали монетки И Вот Возле храма Сидит Иисус Сидят ученики И вот они Так просто Наблюдают Я не думаю Что они просто наблюдали Скорее всего отдыхали Они Вот сидели А дышечка такая была И Иисус Вы заметили Он очень много Рассматривает вокруг Вот Даже женщина Он там на песке рисует Там еще что-то Вот И он смотрит И смотрит Очень оценивающе Очень Очень смотрит Падет Еще Ну вроде Хорошо Хорошо В руках буду держать Как настоящий Этот Только с Иудой Не сравнивайте меня Это ж Иуда Он деньги носил Он же за коробочку Отвечал И он Обращаясь Внимательно смотрел И заметил Эту женщину Которую Положила И сконцентрировал Внимание Ну там было Очень много Проходящих Людей И эти люди Тоже кидали Деньги И кидали Большие деньги Например Когда в медный Сосуд кидаешь Одну Медную Медь кстати не так сильно Звенит когда падаешь Вот когда Например Кидаешь туда Серебро Уже другая плотность Или еще что-нибудь Весомее Ну вот представьте Что Ну вот это медный чан И Сюда Кинули целую Пригорсь монет О Слушайте как шумит Да А женщина Подошла И купила Две Что Аж шарик Не выдержал Представляете Какая моща Пожертвования Пошла Ну вот И Естественно Слышали все вокруг Это Вот он насыпал И он с довольством Я насыпал уже Ах Мерой доброй Утрясенную Я настоящий Такое И Эта женщина Когда подошла Она Кинула Монетки Кто ее увидел Кто заметил ее Никто из окружающих Что она дала Мы знаем о ней Что она была вдова Но это мы знаем из Писания Мы знаем что Никто не мог позаботиться о ней Что она была одна И вот Среди всего этого Шума Шума этого мира Шума Религии Пожертвования Иисус Заметил Только ее Только ее Вот эти две маленькие Лепты Две маленькие Монеточки О Если бы там был бы Алексей И Кинул бы я Туда Я поднял бы еще И еще Ох Послушайте Как я туда кинул Ребятки И все бы сказали Ах молодец Все бы в храме Аплодировали И сказали Настоящий верующий человек Смотрите на нем Сандалии Гуччи Он такой весь Ох Но Иисус Совершенно по другому Все это оценил Иисус по другому Все увидел Он увидел эту женщину Он увидел эти маленькие Монетки Удивительно Как он там заметил Что она Эти две лепты кидает Как Как Ну представьте Маленькие две медные Монеточки Она Даже невидимо их Кинуть туда Подошел И они исчезли Вы знаете Иногда мне кажется Что Вот когда мы говорим О язычестве Самый большой конкурент Здесь На земле У Бога Это Серебролюбие Ну так или нет Серебролюбие Деньги Написано в Писании За все отвечает Серебро Все Крутится вокруг денег Все вокруг них Дорогих Вот все Даже в храме И тоже Деньги Почему Иисус Так негодовал Почему этих меня он погонял Помните С хлыстом Почему Потому что его не устраивало Состояние этих вещей Его не устраивало Что Деньги начинают Вытеснять Истинную веру Истинное поклонение И поэтому он Отмечает эту женщину Он отмечает Что есть Истинное счастье Здесь На земле За что вы сегодня Хватаетесь Что вы сегодня Тянете На что вы сегодня Уповаете И вообще Вот для меня Например это Вопрос А что для меня Есть вера Вот когда я прочитал Это место Из Писания Что для меня Есть вера На что сегодня Я уповаю Иногда я думаю У меня есть такое Понятие как комфорт Есть такое состояние Как знаете Безопасность Мой дом Как-то братья Мы начали говорить Если завтра Здесь начнется война Ну Алексею Хорошо Он на горе Он может рыть в гору Рыть туда вниз И это Понимаете Вот чувство безопасности Что делать Что делать Как быть Или например Когда мы говорим о экономике Есть ли у меня подушка безопасности Финансовая И тогда И тогда начинаешь спрашивать А что есть вера Такая Ну как Какое качество Потому что Нам всегда в церкви говорили Вера это когда ты пришел Провозгласил Аллилуйя Я верю во Христа Все классно Все хорошо Ну я начал Переоценку Потому что На кого сегодня Я уповаю На свои финансы На то что у меня там Все схвачено За все заплачено За то что у меня есть машина Чуть что на машину И поеду куда-нибудь Это самая первая мысль Границы какой-нибудь Безопасной Что есть вера И вот эта женщина Она показывает Что Наименьшее Твое Пожертвование Наименьшее Твое это может быть Выше всех денег Которые приносили люди Потому что Она показала Что есть Настоящая вера И здесь Не говорится о том Что мы должны все отдавать Здесь Совершенно не об этом история И история Не о пожертвовании Представляете Что по законам Маше Такая женщина Она полностью освобождена От всяких налогов Она полностью освобождена От храмового налога Десяти процентов Она освобождена От всего Потому что она вдова Она не обязана Она не может Заботиться даже о себе Помните Когда мы говорим о своей душе Вот как Как хорошо Оценить Что есть Вера В то что вокруг нас Вот Есть же вера В то что вокруг нас Вера в материальное Как хорошо оценить Давайте прочитаем место Из писания Очень классное Луки 12 глава 19 стих А я скажу себе Много добра Запасено у тебя На долгие годы Отдыхай Ешь и пей Веселись Но Бог сказал ему Глупец Этой ночью Ты умрешь Кому же достанется То что ты Заготовил Вот и оценка Всего материализма Вот чему то Мне Одна сестра Она очень сильно Все построена На этом Все построена Но у нее Две дочки Она так Мы Дети Должны быть Только Состоятельные люди Они только Только И у меня всегда Вот это Ну не могло состыковаться И зачастую 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 Мы собираем Какие-то Богатства И думаем Ну вот сейчас Будет классно Мы застрахованные люди Но на самом деле В этом мире Не существует Я вам сразу говорю Не существует Страховки Не существует Потому что Есть Бог может допустить Остановить тебя Материально Бог может Остановить тебя Физически Здоровье Бог может Остановить Да есть тысячи путей Когда все это Прекратится И никакая страховка Не поможет Самое крайнее Бог говорит Я приду и заберу твою жизнь А ты здесь закаток Заготовил Как будто на десять лет Ты бункер себе построил Тебе не важна Не страшна Ни война Ничего Я говорю Засяду там И буду свои закатки есть Здоровое питание Не поможет тебе Майкл Джексон в камере С кислородом Бедненький Все хотел прожить А умер Брюс Ли занимался спортом Когда сделали вскрытие Ему говорят 16 лет Как будто организм А его нету Умер И умер за какой-то таблетки Выпил таблетку Аллергия замучила И так во всем Но иногда Не иногда А у Бога Получается меньше Это больше всего Это больше всего Потому что оценку Делает нам вечность А не делает материальное В материальном всего мало Всего не хватает Всегда недовольство Всегда есть чему стремиться И есть всегда человек Который лучше тебя И больше тебя И у которой Богаче тебя И евроремонт у него Намного И машина у него Круче И духовой шкаф У них такой Что просто вообще Я говорю о Осуждении богатых людей Да и вообще Даже близко об этом Не говорю Я говорю о Переоценке Нашей жизни Потому что Я знаю что Когда человек благочестив Бог может так наполнить его Наполнить финансово Позаботиться о них О его детях Я говорю о том Как мы живем За что мы Какие у нас цели За что мы хватаемся Бог обратил внимание На эту бедную вдову Она приходит к ящику И кидает И бедная Вдова дала Больше всех остальных И я вам скажу Что вот у меня Немножко даже Затуп такой Произошел Господи Ну как так Ну 10 Это всегда больше Девяти Чистая математика Ну как она дала Больше всех остальных За день туда столько Приходило знатых людей Приходили поклониться Богу С каких-то дальних городов И они приходили поклониться Не просто так Они несли что-то весомое Давали А эта вдова Оказывается дала Больше всех остальных Как это может быть Две лепты Это 1,64 динария Один динарий Один динарий Составлял Дневную плату Человека В те времена Ну по нынешним временам Сколько сейчас среднее Ну 80 рублей где-то в день Можно получать Да? Ну в принципе Что? Даже нужно Ну не надо Возьмем 80 рублей В день 8 часов работы Так если Если мы возьмем 1,64 Ну приблизительно Так Не будем уже В точную математику Рубль Вот представьте Она принесла рубль Ну приблизительно Не будем уже там А то мне сейчас скажут А Алексей Ты был не точен там Это Я не претендую На точность Я приблизительно Хочу оценить Сколько она принесла И вот у меня сразу же Такое чувство Господи тебе нужен Этот рубль Или второе Иисус Ты допустил Ты стоял рядышком И допустил Чтобы последние Свои деньги Она положила В пожертвование Понимаете? Это нормальные Человеческие вопросы Или например Если бы кто-то Здесь сидящий Пришла Какой-нибудь Человек Который Ну вот Он не доедал там Ничего И принес этот рубль Я говорю Не ложи туда в кровь Зачем? Я бы еще достал И еще ему дал бы А здесь Иисус Позволяет Чтобы этот рубль Упал туда Он стоит И оценивает Я бы сказал Добрая женщина Положи этот рубль назад Не доставай его даже Не надо Не надо Удивительно Как Бог Со своей стороны Оценивает все вокруг У нас есть свои мерки У нас есть свои правила У нас есть какие-то постулаты У нас даже есть своя праведность Вы знаете об этом? У нас есть своя праведность Мы считаем Что поступая так-то Мы поступаем правильно Но когда мы сталкиваемся с Богом Бог говорит Дорогой мой Твои мотивы А бы что? То, что ты делаешь Благотворительность Едешь куда-то Это а бы что? Почему? Потому что это ты делаешь Для людей Для того, чтобы тебя увидели Для того, чтобы ты Особенно эти фотографии Сделать везде Понатыкать Какие мы классные У Бога У Бога своя Есть оценка И Он оценивает До какой степени Ты праведен Или прав У нас С кем бы я ни разговаривал Столько у всех есть причин Причин Почему я пришел в церковь Почему я ушел из церкви Чего мне не хватает Или почему ко мне Вот это На все есть ответы Но если бы мы посмотрели Через священное Писание На свою жизнь По-настоящему То поняли Сколько всего нам надо менять Сколько должно быть Переоценено в нас Что для нас есть Пожертвование Что для нас есть Вера Я сейчас не говорю о финансах Я сейчас говорю о состоянии Нашей души И когда Иисус обращает на нее внимание Он не говорит Что все вы так должны делать Это не говорится о том Что вы сегодня Сейчас все должны отдать Все же самое ценное И тогда На вас обратит Христос Здесь говорится Чтобы вы посмотрели Трезво на свою жизнь Что есть в вашей жизни Самое главное Именно об этом Говорит здесь Иисус Сколько бы вы не отдавали В церкви десятины пожертвования Все равно это будет меньше Чем эта вдова Иисус говорит Если бы у вас была вера С горчичное зерно То что можно было Сказать горе Возьми гора Перейти в это А теперь скажите У кого-нибудь из вас есть Вот эта вера С горчичное зерно Есть? Пойдемте проверим Сзади нас гора Давайте Она мешает нам Эй верующие Видите? Ангена, слава Богу Пусть она будет Согласен Согласен Пусть она будет Все, мы отмазались Гору не трогаем Гору не трогаем Может быть на разных уровнях Но это говорит о оценке Нашей веры И сколько бы мы не клали Сколько бы не это Все равно Вдова будет выше Все равно Ее вклад будет намного больше Чем вкладываем мы И оценить очень трудно Но Мы можем понять Через этот пример Что для нас самое главное Через это понять Что горнее выше Чем вот этого низшего Чем вот этого материального Чтоб взаимоотношения с Богом И с друг другом Выше всех остальных Служений И всего то что мы делаем И делают все церкви Всего мира Оно выше Понимаете? Вот о чем здесь говорится Мы тянемся к какой-то безопасности Но безопасность есть только у Бога Мы говорим о покое А покой есть только в Боге Мы говорим о будущем А будущность есть только в Боге Вот о чем здесь говорится На каком фундаменте Находится твой дом На вот этой чувствительности нашей Ведь поймите Что каждый строит на своем А должны строить на чем? На Божьем Удивительно как люди своим плотским умом Читают это место с Писания И начинают отдавать все что у них есть Эти монахи Капуцины Шмапуцины Их там столько всего Были монашеские ордена Которые имели только какую-то лачугу Не лачугу А там как называется Из ворса такого грубого И как все было Хотя говорится Совершенно о других вещах Совершенно о других Здесь говорится о оценке вашей жизни О том что доминирует в вашей жизни О том что самое главное И вот это самое главное Оно уже начинает благословлять вас Оно благословляет вас Ваши дома Ваших детей Ваших знакомых Ваших близких Именно в вашу Близость к Богу Вот это самое важное Еще раз прочитаем Вот это от Луки 21 глава С 3 стиха Правду говорю Сказал он Эта бедная вдова Больше всех положила Потому что все Все жертвовали От избытка А она Хотя и была бедна Дала все что имела В жизни Все Ложили туда Потому что у них много всего У них все нормально У меня есть подушка Безопасность У меня есть все Я могу себе это позволить Она позволила больше Помните там пророчество о воде Сначала зашел немножечко Потом зашел больше Потом Дальше 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 О Божьем присутствии А потом и с головой Вот она зашла с головой В эту воду В Божье благословение И это опять же не о финансах Говорится Но мы же заходим по мере Сколько мы хотим позволить Мы хотим позволить Немножечко Вот достаточно Бог Ну вот тебе немножечко Вот Давайте про молитву Сколько в день мы молимся И вообще Что такое молитвенное состояние Представляете Пророки Там апостолы Говорят Они днями проводили в молитве Это что Они ничего не делали Стояли на коленях И молились целый день О чем это говорится Понимаете Много вопросов И на них надо находить ответы Сколько я даю сегодня Богу Пришел воскресенье Два часа отбыл Час прославления Господи Я могу себе это позволить Понимаете о чем Это о вдове Мы это делаем от избытка Потому что можем А она позволила то что Невозможно позволить Она пошла дальше Это говорится о ее свободе Я иногда думаю о своей свободе Я очень люблю Вы знаете Очень люблю путешествовать И что меня держит от путешествий Ну конечно Обязанности Это Никуда не денешься От этого Но есть же и другие Я конечно умолчу И вам скажу Не Меня только дети держат Неправда Меня держит Мой дом Меня держит Тот уют Который в доме есть Эти деревья вокруг Которые дают яблочки Все Которых я могу отдыхать Все это держит меня Это те оковы И сегодня Вопрос Как быть свободным Оторваться И поехать куда Меня просят съесть Алексей попроповедует там Я говорю Ну как это Мне завтра обрезать сад надо будет Как я поеду Но это будет всегда И правда заключается в том Что я буду всегда окружен Вот этой суетой Этим бытом Всегда мне будет не да И конечно Я вырвался И поехал Сделал Ну я сделал Но я похож на всех остальных Вот в чем дело И Бог начинает благословлять Когда я делаю сверх Когда я делаю Делаю какие-то шаги Которые Дискомфортные Шаги Которые Я не знаю что там было Я доверяю Помните как Авраам Он услышал голос Бога И пошел Куда пошел Зачем ты пошел Мне Бог обещал Он переходит через реку Его называют Евреем Ивреем И говорит Я тебе столько Дам детей Что Он увидел этих детей Я вам вопрос задаю Видим мы этих детей Видим мы Он их не увидел Удивительно Да Вот это Состояние Вот этой Вдовы И это пример подражания Как должны правильно мы жить Как правильно должны оценивать Как мы живем В каком состоянии наше сердце За что мы хватаемся в этой жизни Иногда материальные вещи Могут быть из братьев сделать врагами Так или нет Кто-то говорит Хотите чтобы у вас был самый большой враг Сделайте друга своим партнером Ну так или нет Потому что есть такое мирское понятие От любви до ненависти Один шаг Хотите Возненавидеть брата Да очень просто Вы найдете кучу вещей Которые вас раздражают Религиозных вещей Недостаточно Свят Недостаточно Молиться Недостаточно Поклоняется Вы хотите сказать Что церковь не эта Вы найдите минимум 10 очень веских для себя вещей Почему нет Но если вы войдете в состояние этой вдовы Для вас это все станет неважным Для вас будет важно Что я хочу сегодня Поклоняться Богу живому И хвататься за вечность И я хочу перейти эту границу Чтобы меня ни кровь, ни плоть не могли связать Понимаете о чем я говорю Кровь и плоть это наши взаимоотношения Вот здесь Которые связаны с материальным Это связано с той землей Но написано что это земля Что будет с ней Ничего не будет с ней Она исчезнет Если говорить про нашу плоть Ее захоронят Если говорить Все пройдет Кроме одного Вечного Вечное Это наше взаимоотношение с Богом И наше доверие Богу Насколько ты сегодня доверяешь Богу Насколько ты доверяешь свою семью Насколько ты доверяешь свои дела Насколько ты доверяешь свою жизнь Насколько доверяешь Постоянно идет оценка И ты должен помнить Что мы ходим под Богом От Бога от всего зависит Все благословения от Него А не от нас Сколько бы ты не пытался делать Своими силами Этого будет недостаточно Сколько бы ты не пытался Своими силами Своими успехами Быть счастливым Ты не будешь счастливым У тебя всегда будет мало Но когда ты удовлетворен Когда ты удовлетворен в Боге Когда ты самодостаточен в Боге Все остальное Оно уже не кажется таким важным Оно нужно Ты это делаешь Но совершенно другая Уже оценка Все этих вещей Ты понимаешь Что это не так значимо Я например Знаете Вот когда частный дом У кого частный дом есть Вот у меня всегда такой вопрос Зачем эту косить траву Если через неделю опять надо косить Вот серьезно Ты же покосил так красота А потом думаешь Ну через неделю Опять косить это все И вот когда приходит Божий покой Ты понимаешь смысл всего Что все здесь не вечно Все не долговечно А ты просто должен делать работу Потому что кому-то оно радует глаз Потому что своим детям хорошо Потому что ты любишь их Потому что ты любишь Бога И Бог хочет чтобы ты Источал вот этот свет Который источал Христос Аминь И это не свечение Еще раз Моисея Это не прожектор перестройки Это вот эта радость И довольство Этой жизнью Которая всем кажется Недостаточной Всем кажется Не очень справедливой Ну кто-нибудь может сказать Что эта жизнь справедлива Я не могу это сказать Ну удивительно Что в Боге ты находишь Вот это состояние Классности Мне хорошо Да болит голова Но я понимаю Что это кровь и плоть Но в Боге я знаю Что я И уже переход через эту границу Оно как освобождено Видите как апостол писал Для меня смерть Это приобретение Приобретение Представляете как вот дойти до этого Это приобретение Это хорошая вот оценка Приобретение Избавиться Как это вдова Она избавилась от двух монет Для нее это И знаете Здесь нет никакого романтизма Я сейчас объясню почему В священном писании Вы нигде Потом не прочитаете О это вдова Потом выиграла В спорт лото Помните фильм был Спорт лото 2000 или как-то Там на мотоциклах Уделяю Консерву эту бедную Мучили Классный фильм Это Не написано Что выиграла в спорт лото Не написано Что она Нашелся богатый Шейх Увидел ее Не взирая Взял ее замуж И она теперь в рот Такого нету История на этом заканчивается Потому что эта история Не о благоденствии Не о том как Бог благословляет Эта история о переоценке нашей жизни И не о финансах она совершенно О том чем ты живешь Что ты сегодня считаешь своей безопасностью Какой фундамент у тебя Какой фундамент у тебя Жить в Боге Это очень и очень просто И очень сложно Если ты строишь на Вот этих низких понятиях Этого мира Но в Боге Это классно И когда мы Друг другу Встречаемся И говорим Шалом тебе Именно об этом и говорим О том покое Который Бог наполняет человека Даже в этом страшно Несовершенном мире И пусть он Сегодня кричат Эти рекламные Слоганы Купи вот это И ты настоящий Будешь счастлив Купи вот это Вот это Вот это Не верьте этому ничего Не будете вы счастливы Счастье Истинное счастье Находится в Боге Находится когда Дух Святой Проникает в вас И окутывает вас Внутрь Когда вы погружаетесь Полностью в него И поэтому Очень хорошо Что вот это Когда он увидел Что там этих 3% Только Давайте будем Этими 3% Давайте правильно Будем оценивать Все Давайте правильно Оценивать Наше взаимоотношение с Богом Потому что это Выше всего Наше взаимоотношение с Богом И они выше Выше даже Религиозных ваших понятий Выше того Что вы там знаете Точно и так оно и есть Оно выше даже Той правды Которая есть в нас Выше Иногда стоит промолчать Иногда стоит Сказать Но я положу Вот эти Вот у меня есть 2 копеечки Я положу Вот эти 2 копеечки В наши взаимоотношения И MIUI Увидит это И скажет Вау Оказывается Ты праведен Вот она праведность Вот она настоящая праведность Не та приведность Которая зарабатывается Твоим образом А та праведность Которая зарабатывается Увер CCа Потому что она Это дала потому что она себя так чувствует, потому что она так оторвана от всего, что окружает здесь, потому что она живет как ангел, а не живет как человек. Аминь. Давайте так жить. К этому я призываю. Я понимаю, что мы до конца не сможем, и я до конца не смогу быть таким особо святым, я не смогу для вас быть особым образцом там во всем, но все-таки Священное Писание, когда приходит к нам, когда мы читаем, оно освящает, и ты понимаешь, куда двигаться, ты понимаешь, что еще и стоит преобразить, ты понимаешь, как важно сегодня иметь Христа, потому что в Нем полнота всего, как важно сегодня иметь праведность, которую Он дает, которую мы не можем заработать, как правильно иметь вот эту трезвость, которую дает через Христа нам Бог. Аминь. У нас много цитировать то, что говорил Христос о вечности, перед этой переоценке, у нас очень мало времени сжато все. Но я думаю, это ваш поиск. Вы можете это читать, можете читать Священное Писание каждый день, не просто читать для того, чтобы иметь знания, а для того, чтобы оно проникало в вас, и вы могли иметь эту переоценку и понимать всю глубину благодати и любви Божией, которая пришла через смерть, воскресение и жизнь вечную Иисуса Христа. Аминь. Давайте поднимемся на наши ноги. Господи, я благодарю Тебя. Прежде всего, благодарю за Твою любовь, за Твое долготерпение. Господь, за жертву на кресте, Господь. Ту любовь, которую Ты явил в деле, Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за спасение, благодарю за смерть и за воскресение, за этот образ, который будет в нашей жизни, Господь, в дальнейшем. Великий Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Дух Твой Святой, который сегодня обитает с нами, который проникает, Господь, внутрь нас, за Твое Слово, которое разделяет, Господь, одно от другого, Господь, чтобы видеть, где вечное, а где, Господь, умирающее, для того, чтобы не цепляться за все то, что не имеет иногда вообще никакой ценности, никакого смысла, но цепляться за то, что переживет вечность и пройдет с нами, и с этим мы пристанем пред Тобой. Великий Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, Господь, которое, читая Его, Господь, мы видим себя, какие мы есть, и через это все, оценивая себя, мы делаем вот эту цену, Господь, Твоего дара, Господь. Благодарю Тебя, Господи. Благослови, чтобы мы трезво относились к своей жизни, трезво относились к отношениям, отношениям с Тобой, Господи, отношениям друг к другу. Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Услышь нашу молитву, услышь наше стенание. Мы сегодня открываемся своими сердцами, перед Тобой, перед живым Богом. Мы ничего не хотим утаить перед Тобой и отдаем все, что у нас есть, для того, чтобы показать, что Ты есть Бог. Ты наш Бог, Бог живой и сущий. Мы поклоняемся Богу, не такому, как поклоняется этот мир, но Богу, который ведет нас в вечности. Боже, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за каждого брата и сестру. Благодарю за Твою церковь. Благодарю за тем взаимоотношениям, за возможность проявлять, Господь, эту любовь друг к другу. Боже, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. И мы благословляем Тебя. Благословляем Тебя, как Бога, отца, благословляем Тебя, как Иисуса Христа, Господь, пострадавшего и давшего нам жизнь вечную. И благодарю за Духа Святого, который сегодня живет с нами здесь, который дает нам силы, силы жить праведной жизнью. Боже, благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя за все. Аминь. Аминь.